Работы по обновлению дома номер 18 по улице Садовой города Барыша проводятся с 2018 года. Сначала отремонтировали и утеплили фасад, а в 2019 году приступили к обновлению скатной крыши. Работы выполнены более чем на 90%. Все проектные технологические решения и сроки согласованы с жильцами дома. У нас был очень страшненький дом 1961 года и очень был страшненький двор. Сейчас, как видите, все уже налаживается, дом выглядит как игрушка. И надеюсь, что скоро работа закончится и мы будем просто радоваться, наслаждаться. Желаю всем домам вступить в эти программы и отремонтировать свои дома. Сложно поверить, что в этом дворе когда-то кучами лежал уголь. Грязь была по колено, трава практически не росла. Сейчас двор преобразился. Даже несмотря на то, что еще не до конца выложен асфальт и не разбиты газоны. Жильцы надеются, что когда-нибудь у них появится и детская площадка. В доме живет много детей. Во время рабочего визита в Барыш губернатор осмотрел дом и поговорил с жильцами. Глава региона отметил, что город становится все более благоустроенным. Для этого есть все необходимые инструменты. Действует программа капремонта. Проводится реновация дворов и прилегающих территорий в рамках проекта по созданию комфортной среды. Мы в 2017, 2018, 2019 год потратили почти миллионов 60 миллионов только на благоустройство. Огромные деньги для небольшого города. Достаточно приличное количество дворов. Плохо или хорошо, но благоустроили. Наконец-то появились новые общественные пространства, как сейчас принято говорить. Некие такие небольшие парки, в которых стало значительно уютнее. У меня даже нет и тени сомнений о том, что мы продолжим наводить порядок в таких небольших городах, сельских населенных пунктах. Также глава региона отметил, что с 2020 года в области будет запущена программа по ремонту подъездов в многоквартирных домах. На следующий год примем программу ремонта подъездов и ремонт, реконструкцию таких входных групп. Мне не очень нравится. Я могу вам честно сказать, вот сегодняшние наши подходы к подъездам в лучшем случае. Для вас это, наверное, сейчас очень-очень красиво. В городе Ульяновске давно уже имеют вот такие железные двери. И мы сейчас стараемся вот такие входные группы делать, чтобы они такие были стеклянные, такие тамбуры. Губернатор обратил внимание на старые деревянные сараи, которые находятся во дворе обновленного дома. Жильцы сказали, что хотели бы их оставить для хозяйственных нужд. После высказанного пожелания глава региона распорядился подготовить проект – программы по ремонту и восстановлению хозяйственных построек во дворах многоквартирных домов за счет регионального бюджета. Министр энергетики ЖКХ и городской среды Александр Черепан, который тоже присутствовал на встрече, сообщил еще одну хорошую новость для жителей Барыша. Прошли торги на проектирование местных очистных сооружений. На эту работу из бюджета выделено 25 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что в следующем году мы пройдем полностью экспертизу. И уже подали заявку, Минстрой Российской Федерации нам одобрил эту заявку на строительство в 2021 году очистных, новых очистных. Это решит задачу полностью. Вы же знаете, какая беда сейчас у нас с вами здесь. Не за горами – отопительный сезон. И во время визита в Барыш губернатор посетил районную котельную. Барышский район – один из 15 муниципальных образований, который на 100% 1 сентября полностью готов к пуску отопления во все объекты социальной сферы, во все жилые дома и прочих потребителей. По словам Александра Черепана, регион готов к отопительному сезону на 99,3%. При необходимости, если резко похолодает, пуск тепла будет произведен в каждый дом. Технически все объекты подготовлены. Напомним, 20 августа Сергей Морозов подписал распоряжение о начале отопительного сезона. 25 сентября – первый день пуска тепла на объекты социальной сферы. Глава региона поблагодарил Барышский и Вазарно-Сызганский район за стопроцентную готовность к отопительному сезону. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok